Приветствую, друзья! Болеет тот, кто долго не отдыхал, кто был в негативных эмоциях, кто в постоянном напряжении, мобилизованный, весь в адреналине, вместо эндорфина. А эндорфин – универсальное лекарство. Скоро у нас встреча с нашим Андреем Анкудиновым, певцом, актёром, театром и кино, известным нашим Анкудиновым. Я недавно смотрел очень много его роликов, и вам советую. Я смотрел, например, «Чашку чая». Потрясающая песня! Ну, посмотрите тоже. Наберите там в Ютубе. Андрей Анкудинов. Скоро у нас встреча, и мы будем помогать всем. Итак, друзья, кто же болеет? Болеет тот, кто давно не отдыхал. Потому что он в отрицательных эмоциях, он весь в адреналине, повторяю. У него мобилизованность, потому что у него висит какая-то проблема. Даже, может быть, он этого и не замечает, но это проблема, когда моклов меч над ним. И он как между молотом и наковальней. Весь такой напряжённый. Ну, как же ему потом не болеть? Ведь всё время быть мобилизованным невозможно. Человек истощается, и поэтому там, в эндокринной системе происходит сломка. У него происходят различные болезни, у него различная тревожность постоянная, легко возникают страхи, он себя накручивает. А вот эта наша встреча с Андреем Анкудиновым поможет сделать разрядку. Это во-первых. Во-вторых, смотрите целебный ролик. У меня на YouTube-канале. Я уже неоднократно об этом говорил и напоминаю. Подбираю сейчас слова, чтобы вы могли подбирать себе синхронизирующие действия, снимающие стресс и эту хроническую мобилизацию. Вот это дополнительная информация к целебному ролику. Осознанный триггер перехода из состояния стресса, в котором мы обычно находимся и даже иногда его не замечаем, в состоянии такого внутреннего покоя, глубинного душевного равновесия, душевной безмятежности. Откуда начинается через этот ноль выздоровление? Осознанный триггер этого перехода становится управляемым. Потому что то, что ты осознал, ты этим можешь управлять. Всё остальное управляет тобой. Самое главное, если вы чем-то нездоровы, это надо к этому состоянию быстро адаптироваться. это значит снять внутренние противоречия, это значит выйти на состояние глубинного покоя и вместо адреналина теперь качать эндорфин, который является универсальным лекарством для самоисцеления. Сократить время адаптации значит начать выздоравливать, а не выживать. Через ноль всё происходит. И там уже снимаются негативные эмоции и начинает появляться позитив. Позитивное ощущение уверенности в себе, в решаемости нерешаемых ранее вопросов. Вот чтобы сократить время адаптации, чтобы сократить время, чтобы начать выздоравливать, а не выживать. Поэтому нужно прислушаться к телу, а не бороться с эмоциями. Выпускать их через себя, пропуская через себя на фоне колебаний. Я уже говорил о ключевой разгрузке, о ключевой волне. Вы подбираете себе любое максимально простое и приятное действие, которое легче всего вам делать. И продолжаете на этом фоне переживать. Например, раскачиваете вперёд-назад или по кругу. И переживаете, переживаете, переживаете. И самое главное, не ждите немедленного изменения, потому что вы сами себе устраиваете экзамен, опять мобилизуетесь. Наоборот, дайте себе пять или десять минут. Запомните это условие. Переживайте, не бойтесь, переживайте, выпускаете эти негативные эмоции, как выпускаете пар. Да, и через это происходит естественным образом рассеивание туч, которые вас всё время держат напряжение. Вы начинаете успокаиваться. Происходит этот триггерный так называемый условно квантовый переход из состояния напряжения в состояние глубокого душевного покоя и безмятежности. И в этот момент, когда вы это осознаете, у вас появляется такое ощущение удовлетворения, ну просто необыкновенное состояние, вы поняли, поняли, что самым простым действием оказывается, можно выходить из стресса, из страха, из переживаний. Вот это большая ошибка, когда психологи обычно утверждают, если тебе плохо, думай о хорошем, а как сделать этот переход? Если бы человек мог сразу думать о хорошем, когда ему плохо, и проблем бы не было. А ведь миллионы психологов существуют именно поэтому, потому что трудно сделать переход, когда вам плохо, к тому, чтобы было хорошо. А здесь вот этот триггерный переход происходит естественным образом, потому что вы слышите свое тело, то есть подбираете то действие, которое вам подходит, делаете его легко и просто, например, качаетесь туда-сюда или влево-вправо, или по кругу и переживаете, 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 и тем самым вы качаете вместо адреналина эндорфины. Это универсальное лекарство самоисцеления. И очень многие люди начинают выздоравливать и молодеть, и решать те вопросы, которые до этого момента казались вовсе нерешаемыми. Тогда будь то проект, или там вы что-то задумали, добиться какой-то цели, и вдруг вы начинаете ощущать, что, конечно, добьетесь, потому что появляется уверенность в себе, потому что вместо выживания, вместо конфликта с самим собой, когда вы боретесь с этими негативными эмоциями, а здесь вы вдруг выходите на свое естественное, нормальное состояние, а нормальное естественное состояние, это состояние мечтательности, задумчивости, такого глубинного душевного покоя, где нет страха, потому что страх это короткое замыкание, я уже об этом говорил. Итак, друзья, берете целебный ролик, смотрите там на YouTube-канале, кто не видел, а это дополнительная информация к этому. И вот когда вы 5-10 минут, не проверяя себя каждую минуту, а просто переживаете, соединяя колебания с переживаниями, в этом простота и гениальность метода ключевой волны, и выходите на состояние безмятежности, кому-то захочется дремать, зевать, кому-то захочется плакать, кому-то захочется подергиваться, дополняйте теми действиями, которые хочется в этот момент сделать, не сдерживайте себя, будьте как дети, как было написано, будьте как дети и спасетесь. Вот как надо читать эту фразу, будьте как дети, даже взрослые мужики, когда они, например, простыли, или спина болит, они становятся капризными, как дети, потому что в этот момент у них происходит снижение энергозатрат, и энергия накапливается, а когда энергия накапливается, появляется ощущение полноты сил, полноты уверенности, решаемости всех проблем, и начинается не выживание, а созидание. Да, друзья, повторюсь еще раз, а кто не созидает, тот разрушает, себя разрушает, вокруг себя разрушает, становятся ноши для окружающих, поэтому хочется, чтобы все были здоровы, любили друг друга, для этого просто нужно понять логически, что организм лучше нас знает, что и как надо делать, а мы просто этого не знали, и блокировали в себе, и пытались усилив воли сразу, когда вам плохо, думайте о хорошем, но нужен переход, вот этот триггерный переход, вот этот естественный переход, если вы соединяете переживания с колебаниями, а посмотрите, вы же и сами так делаете, когда вы нервничаете, выходите туда-сюда по комнате, качаете ногой, постукиваете пальцами, а когда девочка сдает экзамен, у нее нервная дрожь, или у спортсмена перед соревнованиями мандраж, это же на высоких частотах, вот эти же самые колебания, друзья, все просто, все просто, но человеку, несведущему, который в первый раз у нас, например, на канале и не знает, что такое метод-ключ, кажется, как это так? Просто качаться, например, переживать, а у меня, говорит, такая проблема, у меня такое нездоровье, у меня там кто-то болен, мама, сын, дочь, а я о них переживаю, а при чем тут вот эти методики ключа? Да в том-то и дело, друзья, логически это понять трудно, а вы возьмите и сделайте, здесь проще сделать, потому что предлагается самое простое действие, которое на самом деле вы и сами делаете, только никогда на это не обращайте внимания, а я это заметил, обратил ваше внимание, а то, что стало осознанным, становится управляемым, поэтому 5-10 минут в удобное для вас время отпускаете себя, качаетесь вот так, думайте, о чем думается, переживайте, о чем переживается, и не проверяйте себя каждую секунду, а после этого наступает после действия, кожа улучшается, вы молодеете, что было нарушено, начинает восстанавливаться, и вы становитесь и не только здоровьями, как я сказал, энергичными, да, это все происходит, иначе бы я об этом сейчас вам не рассказывал, сколько сотен людей метод ключ вытащил из онкологии, сколько сотен людей метод ключ вытащил из различных недугов, сколько сотен людей, тысяч людей, скольким людям метод ключ помог решить нерешаемые задачи, которые висят и кажутся вообще недоступными для понимания. Итак, друзья, чем быстрее вы адаптируетесь к своему состоянию, тем быстрее вы снимете внутреннее противоречие, быстрее адаптируетесь, это значит синхронизируетесь, станете более целостными, стало быть, здоровыми. и многие многие проблемы начинают решаться, ну, сделайте так несколько дней удобное для вас время по 5-10 минут, выходите на этот ноль, но не ждите этот ноль каждую секунду, иначе у вас ничего не получится, а именно переживайте на фоне колебаний, делайте те действия, которые организм подсказывает, организм по природе своей, там много чего есть полезного, то, что я познал, и вам это рассказываю. Итак, до встречи с Андрюшей Анкудиновым, нашим другом большим, который прекрасный актер, прекрасный певец, да, ну, это очень поможет всем, потому что мы вместе с ним соберем всех и актеров, ветеранов, чтобы они были долгожителями, и помолодели, дадим всем вторую жизнь. До встречи, друзья.